Что такое ребенок, попавший в плен? Вопросительный знак. Что такое ребенок, попавший в плен? Вопросительный знак. Это я вижу 6 сентября 2016 года. Полтора месяца назад был вопрос. Рекомендую его прослушать. Теперь, и там говорится, что такое тинокши-лишба, то есть ребенок, на еврике тинокши-лишба, ребенок, попавший в плен. Впервые говорите о каком-то споре между нашими большими рабинами. Раф Аврам Ишаяу Карелец, он же называется Хазон Иш, и Раф Иосиф Шауном Ильяши. Его последним я удостоился с ним 4 раза встречаться. А с Хазон Ильяши, конечно, нет. Потому что, как вы верно отметили, он умер с высшей 60 лет. Я никогда не слышал об их споре, об их разговорах на эту тему. Но по контексту я просто думаю, что если был даже какой-то спор, разговор, обсуждение, то он по контексту непонятно, о чем идет речь. Считает ли израильтян такими пленными, детьми или нет. Потому что классическое понимание пленного ребенка, это когда нееврей захватывает ребенка, еврейство в плен, и он там растет, и ничего не знает, и не знает, что он еврей, или знает, что он еврей, но он ничего не знает, не соблюдает, и так далее. Время не было много таких случаев. Потом он это все узнает, возвращается к нам, к наш народ. И когда был храм, он должен был принести даже приношение. И вопрос обсуждался в трактате Шаббат. Сколько приношений, потому что за каждую ошибку надо приношение. А он таких тысячи, или, говорят, в народе миллион ошибок сделал. Сколько приношений? Ответ одно, я говорил об этом в том ответе. Одно только приношение за все. Прекрасно. Все, что там в ответе говорилось, интересно, я рекомендую построить. Вопрос теперь такой. А вот израильтяне. Человек родился в Израиле. 60 лет назад, 70 лет назад. На земле Израиля. Еще государственные были сегодня. Мы говорим уже о взрослых людях. Там 30 лет назад. И вырос в условиях, когда ему не дали никакого еврейского образования. Классика времен Хасаныша. Это кибут. Где не было ни субботы, ни кашрута, ни торы, ничего. И вот такой ребенок вырастает там, становится взрослым. Израиль разделен на такие неформальные группы, население. Между ними часто маленькая интеракция. И такой человек вырастает, и ему 70 лет, 80 лет, он ничего не знает. Но он живет в Израиле, да, но он ничего не знает. Хуже того. Среди неевреев он ничего не знает. Но он не знает и дурного, как правило. Или иногда, теперь особенностью, и с интернетом, и с телевизором. Он знает плохое евреев. Но мало. А в древние времена он ничего не знал вообще. А теперь из интернета этот человек вырос в Израиле. Он знает глупости, он знает грязь, он знает примитивизм. Он читает буквально идиотические газеты. Типа идиота Харонот, так я назвал, идиотические. Он смотрит безобразное телевидение. Он читает примитивнейшие материалы в интернете. Он не только ничего не знает, его знание минус. Если по шкале 100, это плюс 100, это большие знания, то у него минус 100. Не ноль, а минус 100. Кто он? Он плененный ребенок или не плененный? Ведь при желании уже может все знать. При всем том, что Израиль разделен на подгруппы и так далее, здесь никого не держат в наручниках. Человеку 30 лет он может заинтересоваться. Пойти к людям, которые что-то знают, что-то понимают. Есть лишивы для этого, есть книги для этого, есть газеты, листочки всякие печатаются, есть раввины, есть учителя. Один удачный, другой неудачный. Можно пойти к известным удачам, он тебе не подходит. Подойти к какому-то тихому, неизвестному раввинам, он тебе как раз подходит. Все что угодно можно сделать, чтобы выйти на правильную дорогу. И каждый это может сделать. Так он плененный или не плененный? Если он может в любой момент вернуться. Я так понимаю, на этом строится этот спор. Как бы. На мой взгляд, он просто сегодня неинтересный. Какая разница? Нам нужно знать, чем заниматься. А вот что, я недоволен, я недоволен вашей постановкой вопроса. Вы спрашиваете меня, каково ваше мнение? Моё мнение о чём? О мнениях Хазаниша и Равнияшева? Вы на секунду могли представить себе, даже на одну секунду, что я буду высказывать мнение или обсуждать, или хвалить, не говоря о том, что даже критиковать больших учителей ТОР. Даже хвалить их невозможно. Потому что, когда ты их хвалишь, ты их ограничиваешь. Словами похвальбы. Их нужно почитать, уважать, изучать. Кто как может, конечно. Это наше отношение к почителям ТОР. Как я могу, если это было? Я не слышал об этом споре, что-то сомневаюсь в нём. Но если даже было, что я могу сказать? Вы ожидаете на секунду, что я буду критиковать кого-то из них? Или хвалить кого-то? Совершенно нет права сказать, вот мне нравятся слова этого и не нравятся слова этого. Нет такого у нас отношения к почителям ТОР. Я не могу сказать, что мне нравятся слова этого учителя, и тем самым, даже не сказав, подразумевать, что мне не нравятся слова другого. Или я предпочитаю слова этого. Или эти слова мне кажутся умнее, лучше. Те тоже умные, конечно. Но эти мне кажутся ещё лучше. Кто это такой же такие вещи и говорит? И нужно себя... Я не говорю, вас лично, не знаю, вас, может, мы не знакомы. Я не знаю, даже кто вы. Кроме имени, я не знаю, кто вы. Неважно. Я твёрдо убеждён, что себя нужно воспитывать годами, чтобы прийти к этому, чтобы отучиться обсуждать наших учителей. Просто отучиться, обсуждать. Их изучают, их пытаются понять, их могут не понять. Это уже заслуга небес. Как тебе будет дано, столько ты кольнёшь, может быть, даже ничего не понимаешь. И разрешается, я на уроках часто это говорю, совершенно легитимно, разрешается сказать, что, как говорится, на иврите, скажут, что зло захитие, лорейд от лесов до атом. Не удостоился понять слова этого учителя. Это человек может сказать. Почему? Разве ты понимаешь всё? Разве я понимаю всё? Я могу сказать, вы знаете, дорогие ученики, дорогие друзья мои, я не удостоился понять это, то, что вот этот учитель говорит. Я не удостоился. Это я имею право. Но сказать, что я понимаю, что он сказал, и слова его мне нравятся больше или меньше, чем слова другого, нет такого возможности дальше. Это нужно себя воспитывать, потому что в материалистическом мире не так дело обстоит. Просто совершенно не так. А в Торе так. Это условие, это абсолютное условие понимания Тора. Нельзя понимать Тору, если ты не проникаешься тем, что не можешь критически обсуждать никого из наших учтений. Собственно, это всё. Я думаю, что я ответил уже и на ваши вопросы по существу, и по форме, и, как говорится, по содержанию, по всему. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok